У сотрудников теплосети Черкесской и работников управляющих компаний весь день загружен работой. С самого утра они занимаются подачей отопления в многоэтажке республиканской столицы. Работы много, в каждом многоквартирном доме несколько подъездов, и у каждого свои внутридомовые инженерные системы, отвечающие за тепло. Всё необходимо проверить, исправить неполадки, если таковые имеются, и уже потом подавать тепло в батареи. Все мероприятия в первую очередь должны быть направлены на бесперебойную работу в отопительном периоде, чтобы минимально сократить риски возникновения аварийных ситуаций, минимально нарушить гидравлический режим. Поэтому при запуске домов необходимо первостепенно открывать задвижку на обратном трубопроводе, чтобы повышенное давление не шло в отопительный прибор к потребителям. Вопреки мнению многих, подготовка к отопительному сезону – это огромный фронт работы, причём не сезонной. Работники теплосетей практически круглый год налаживают все системы для того, чтобы в отопительный период в квартирах потеплело быстро, и аварийные ситуации возникали как можно реже. Подготовка к отопительному сезону занимает достаточно большое время. В нашем ведомстве находятся 22 источника теплоснабжения, более 70 километров сетей. Все эти объекты необходимо подготовить. Согласно планово-предупредительному ремонту, данные работы были у нас завершены, ну даже с опережением, в том числе и капитальный ремонт сетей теплоснабжения. А пока одни работники занимаются подачей отопления в инженерных системах, другие тщательно следят за работой отопительных котлов. Многоквартирные дома Черкеска теплом обеспечивают 22 котельные. И за системой каждой из них, так же, как и за трубами в многоэтажках, нужен глаз-до-глаз. Этим и занимаются операторы котельных. Следят за давлением, регулируют температуру. Словом, во многом теплота батарей в квартирах зависит именно от их работы. Начался отопительный сезон, и в связи с этим температурный режим и гидравлический режим меняются. Мне приходится следить за давлением, за температурой. При подключении домов, садиков, детсадов падает давление. Пришлось включить третий насос для повышения давления. Также, если не буду давать положенную температуру, буду включать и второй котел для повышения температуры. Включение отопления в многоэтажках республиканской столицы – это задача далеко не одного дня. В день отопления появится в 90-100 МКД по всему Черкесску, а в городе их более 570. Поэтому собственникам стоит запастись терпением, и уже в первых числах октября батареи потеплеют во всех квартирах города.